Лень дорого обойдется автомобилистам. Внушительный штраф и эвакуация транспортного средства ожидают тех, кто оставляет свои машины на местах для инвалидов. В Химках в ходе очередного рейда на штрафстоянку отправили три машины. Каждому из владельцев придется заплатить не менее 7 тысяч рублей. Почему не стоит расслабляться нарушителям, расскажет Елена Васильевская. В этот раз проверяли парковки возле Дворца культуры Родина и у торгового центра Лига. Сотрудники ГИБДД в первую очередь мониторят центральные оживленные улицы, так как основные нарушения происходят именно там. Сотрудникам правоохранительных органов помогают и местные жители. Так работники ДК Родина, когда замечают, что машины припаркованы на местах для инвалидов, сразу сообщают в полицию. Мы стараемся регулярно отслеживать и вовремя сигнализировать полицию. Не дали, как вчера, было направлено письмо, что стоят машины. Единственное, что определять, инвалиды, машины принадлежат человеку малоподвижному или кому-то другому, это уже ведение полиции. Но, как видим сейчас, они среагировали очень быстро. Эта девушка возмущена тем, что буквально перед ее возвращением машину увезли на штрафстоянку. Говорит, сдавали с ребенком анализы. Транспорт оставила буквально на несколько минут. Однако на вопрос, почему именно здесь, ведь рядом много других свободных мест, она так и не ответила. Инвалиды. Да, но я сейчас с ребенком приеду, вы не ответы. Вы же видели прекрасно. Что я видел? По автомобильной приезды у машины. К слову, парковок для граждан с детьми по закону не предусмотрено, поэтому транспорт нужно оставлять на общих условиях. И как ни пыталась девушка разжалобить службы ДПС, штраф ей все-таки оплатить придется. А этот гражданин оставил транспорт на местах для инвалидов рядом с торговым центром Лига. При том, что больше половины парковки было свободно. За данное нарушение, постановление, конечно, знак инвалидов, статья 12, 19, часть 2. Не успел отъехать один нарушитель, как на его место тут же становится другой. Своё поведение он объясняет тем, что он с маленьким ребенком и беременной женой. Однако правоохранительные органы еще раз напомнили, что таких льгот в законе нет. Я просто считаю, что на этих местах можно парковаться и с маленькими детьми. По правду в движении это не будет смотреть. Но несмотря на постоянное ужесточение закона и регулярные проверки, автолюбители ответственнее не становятся. В среднем каждый день эвакуируют 5 машин. Все они отправляются на штрафстоянку на левый берег. За это правонарушителям грозит штраф от 7 тысяч и выше. Мы ведем профилактику в этом направлении постоянно, выявляем на территории городского округа Химки. Но все равно нарушения в данной сфере постоянно у нас имеют место. В ходе этого рейда было эвакуировано 3 машины и выписано 3 штрафа. Проверки по городу ГИБДД проводит ежедневно. И предупреждает, что пощады в данном вопросе ждать не стоит. Елена Васильевская, Виктор Федотов, Служба новостей.